Надеюсь, мы не отравимся. Да, меня моя мама научила. Мама леча, а у меня греча. Моя любимая. Привет, мои хорошие! С вами Сирена Суэй и моя любимая мама Чори! Всем привет! Сегодня у нас будет видео в фикс прайс и будет видео с едой. У нас здесь есть немного еды, но какая она, девочки! В фикс прайсе продаются готовые продукты. Посмотри, мама, ты не видела это? 55 рублей, готовый рис посреди зерноморских и готовая гречка с грибами. Представляете? Одна минута разогрел и все. Ради этого только снимается это видео, потому что это впервые я увидела и подумала, блин, надо попробовать. И состав здесь обалденный, на удивление. Хочешь попробовать? Надо попробовать. Мама говорит, что если оно нормально, то и готовить не будем сегодня вечером, да? Ну да, будем есть. Если понравится, да. Здесь, кстати, на одну-две порции. В общем, сейчас мы посмотрим с вами состав, нагреем это, попробуем. Еще здесь колбаска новая у них появилась. Короче, вас ждут приключения вместе с нами. Надеюсь, мы не отравимся. Ну и прежде, чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наши каналы, на мой, на мамин, ссылочку на мамин канал я оставлю под видео. Можете сразу, не думая, ставить лайк этому видео и поехали. А еще, смотрите, вот такая колбаска. Я тупанула, не взяла две. Там два вида. Вот эта итальянская колбаска еще там с орехами была, представляешь? Я люблю вот эту сырокопченую колбасу. 77 рублей всего стоит. Мы тоже это попробуем. Попробуем. Потом, ну я сразу покажу, что я взяла. Да, я взяла такие макароны. Много кто говорит, что они классные. По-моему, я их тоже брала. И, возможно, даже у меня есть где-то пачка. Я ее так еще и не приготовила. В общем, взяла рожки вот такие вот. Говорят, что это хорошая фирма. Не помню, сколько стоит здесь, напишу цену. Потом я взяла шиповник. Вот, хотела спросить. Смотри, шиповник. 200 грамм, девочки. Состав. Здесь реально просто состав. Экстракт шиповника. Натуральный. Написано, содержит витамин В2. И все, да? Ну, короче. Это похоже на сироп шиповника. А сахара нету. Да? Да. Тогда не знаю. Надо пробовать. А что с ним делать вообще? Что с шиповником делать? Ну, когда я покупала сироп шиповника, я просто его с водичкой разбавляла и пила вот как напиток. А для чего он? Вкусный, что ли? Во-первых, он богат витамином С и очень другими полезными свойствами обладает. Таня сказала, что он чистит то ли почки, то ли печень. Почки чистит. Да? Да. Ну, здесь написано тоже, что одну-две чайные ложки растворимого шиповника залить стаканом горячей воды. Ну, давай один стаканчик на двоих сделаем, потому что я вряд ли буду это пить, я только попробую. Может быть, ты захочешь? Да, я люблю шкур. Мне понравился здесь состав. Вот все, что мы взяли, состав обалденный. Ну, кроме-кроме чипсов, девочки. Хотя чипсы из печи, это вам не просто так. Это нарезали свежую картошечку. Положили ее в печь, как бы, понимаешь, без масла, без консервантов. Чипсы меня мало интересуют, а вот меня шиповник заинтересовал. Кстати, ты когда была маленькая, я тебе очень часто заваривала шиповник, и сироп шиповника покупала, и в чай добавляла, и заваривала просто такой шиповник. А мне для чего? У меня что-то проблемы были? Ну, не помню, что-то врач посоветовала тебе шиповник давать, и я там его пила. Я просто очень люблю чай вот с добавлением либо сиропа шиповника, либо просто вот с удовольствием заваривала шиповник, мне нравится его вкус. А давай попробуем по сладости вот сам натравить. Давай, мне просто интересно, ну, как сироп шиповника, я знаю, продается такое. Ну, мне кажется, если здесь сахар они, то его можно будет добавить, но он не должен быть кислым, потому что это... Мамо! Я капнула на свою футболку новую, чистую. Кисло-сладненький такой. Слушай, ну, классный. Классный. Да, вот чай вот добавлять в чай просто классно. Обалденно он вкусный шиповник. Вкусный он, мне нравится. А что, он сам по себе сладкий получается, если здесь не содержание сахара? Ну, наверное, я не знаю. Ну, ты же знаешь, какой шиповник, вот кругленький? Знаю. Из него как-то сделали выжимку. Он же не сладкий. Сам по себе он, значит, такой вот. Сейчас разведем. Девочки, ну, посмотри, что это за свинство? Я капнула просто. Ха-ха-ха-ха. Слушай, давай, знаешь, что сделаем сейчас? Вот это пятно, пока оно, кстати, я сколько раз говорила, пока пятно свежее, если какой-то ягодой или кофе там, ну, особенно ягоды, знаю точно, не застирывать ни в коем случае, не застирывать. Сейчас я скипячу чайник быстренько и залью кипятком. И оно должно... А мне кажется, застирать свежее, нормально. Нет, может остаться пятно, потому что шиповник так же, как и ягода, оставляет пятна, которые, если при застирывании, может остаться пятно. А если ты сейчас кипятком херанешь? Это хлопок, ничего не будет. Я просто вот сюда немножечко налью. Ну, давай. Я теперь липкая еще, и на штаны попала тоже, но они черные, на них не видно. На штанах не видно, да. А вот на этой майке давай сейчас сделаем. Сейчас я вам скажу. Смотрите, девочки, как мы тут лайфхак натянули, значит, мою майку на... На этот... На миску прозрачную. Мама, он закипячает чайник. Сейчас к нам придет. Экспериментатор. Да, но она до конца еще не уверена. Ягоды я знаю точно, а шиповники не пробовала. Но я думаю, что это тоже ягоды. Просто такой цвет у нее, блин, ядрю. Кровавый прям, да? Я даже пока снимала, видите, уже отпечатки какие-то. Если бы мамы не было рядом, я бы просто пошла бы и застирала бы. И пятна выводили. Чайник закипел, температура 100 градусов. Кипит чайник. Ну, давай. А придерживать надо? Ух ты, глянь на глаза. Фокус. Фокус, фокус. Не нужно никакой отбеливатель. Угу. Но это можно делать только с тканью, которая не боится температуры высокой. И вот сюда еще. То есть это трикотаж, это хлопок стопроцентный, он не боится. А вот если какая-то синтетика, то... Мама, ты волшебница. Какие фокусы-фокусы тут выстраиваешь. Да, меня моя мама научила тоже. А меня моя. Ладно, пошла переодеваться. Та-да-дам! Вот я и переоделась. Я говорю, мам, давай вот эти тарелочки возьмем, чтобы все было видно, все разложим, чтобы там рассмотреть каждую фигнюшку. Она такая, да нет, надо же глубокие, это же надо кипятком заливать. Я говорю, да нет, мама, оно готовое. Она такая, в смысле готовое. Я говорю, в смысле вот, посмотри. Готовую, да, написано. Готовую? Она думала, заливать кипяточком надо. Не надо. Ладно, мы будем. Давай, я открываю гречку, ты открываешь что-то другое. Смотри, тут вот такая штучка, которую можно вот так вот раз. Как отлично. И открыть. Как отлично. Так, я открываю гречку. А, состав. Подожди. Подожди. Состав прочитать. Готовая гречка с грибами. Девочки, состав здесь я прочитала, поэтому я взяла. Если бы здесь был какой-то ужасный состав, я бы, наверное, даже не брала. Хотя для видео можно было бы взять, да? Про тестик. Смотрите, состав читаю. Группа гречневая, грибы, шампиньоны, морковь, масло подсолнечное, рафинированное, лук, соль, чеснок, зелень петрушки, перец черный молотый, перец душистый молотый. Все. Никаких ей, никаких красителей, ничего лишнего. Дальше. Рис, состав рис бурый, цельнозерновой, томаты, перец болгарский, масло подсолнечное, рафинированное, лук, томатная паста, соль, паприка, итальянские травы и в скобочках орегано, базилик, майоран, розмарин, чабер, тимаян, шалфейн, все. Понимаете? Очень много специй. Ну, не специй, это же не страшно. Ну, чтобы они были хорошими. Пахнет вкусно, аппетитно. На, давай, выкладывай вот это вот на свою тарелочку, а я на свою. Я, девочки, прочитала вот этот реальный состав, и мне сразу захотелось попробовать. Вот здесь запах лечи вообще. Как лечо пахнет, такой запах. Давай опустим, что мы тут творим-то. Так, а у меня запах гречи. У мамы лечи, а у меня гречи. Как выглядит, да, как лепешка. А ну, покажи, как лепешка. Вот такая лепешечка. Смешная лепешка. Ну, пахнет вкусненько, да. Запах лечи мне нравится. А вот она моя греча. Греча меча. Страшно выглядит. Страшно вкусно. Нет, пахнет нормально. Гречки запаха чувствую, больше ничего не чувствую. Единственное, что это такой черный цвет. Вот из-за грибов. Из-за грибов, да, немножечко? Ну, да. Давай вот так распределим, чтобы оно равномерно как-то... Греть написано одну минуту. Ну, это, я думаю, кто как любит, да, погорячее. Поэтому сейчас погреем. Вот такая вот греча темная у нас. Главное, чтобы вкусная была. И вот такой вот рис у нас. Рис посветлее чуть-чуть. Вроде аппетитно выглядит. Так, ну что, первое у нас, открывай, ставим на 600 на одну минуту, да? Так, ждем. Ну так, а пока у нас греется все, мама сейчас сделает напиточек. Давай, одна-две чайные ложки. Чайные или столовые, блин? Чайные. Чайные? Давай чайные. Давай две, пусть сладенько будет. Раз, два. И вот только что вскипевший чайник, но он уже чуть-чуть подостыл даже, просто горячей воды заливаем. Денька, выключай пока. Так, напиток есть. Сейчас проверим. Ты знаешь, можно еще подогреть как-то. Я вот так проверяю, девчонки, да? Локтем. Локтем проверяю. Еще, мне кажется, можно минутку. Или 30 секунд. А я, знаешь, как проверяю. Я так донышко пробую. И что? Вот если донышко нормально, значит все. Видишь, со всех сторон прогрелось. По донышку можно было. Да, нормально. Мне кажется, донышко горяет. Ну ладно. Ну давай, еле теплое оно. Давай. Нормальное. Ну кипяток совсем не надо. Ну давай теперь рис тоже на минутку. А я бы даже вот рис и сделала бы. Ну вот смотри, раз. Проверим. Так, ну что, мы нагрели все. Все пахнет очень прям сильно-сильно пахнет. Да, сейчас мы сядем, начнем все это пробовать. Давайте сразу, я подумала, откроем итальянскую колбаску. Ты вообще как с сырокопченой? Я нормально, но мне она должна понравиться. Что-то она не была острая, я не люблю острое. Ну сырокопченую, ты же вареную копченую больше любишь, я знаю. Сырокопченую ем иногда, просто не всегда ем. А открываем. Тонко нарезанная, я люблю, честно говоря, так. Я не люблю сильно, когда толстая колбаса. Сыр пахнет вкусно. Ну пахнет копченой, копченостью какой-то, да? Да. Написано, значит, профессиональная нарезка, итальянская классик. И это ремит, вот написано. Ремит, я не знаю, что это значит, это типа фирма. А, ну да, вот ремит, смотри, красным здесь написано. Надо бы орехов лучше взять. Слушай, давай, вот я попробую без хлеба. Без хлеба надо дегустировать. Ну давай. Моя любимая. Ну, что так, прикольно. Ну, иногда можно боюсь. Это моя любимая. Это ее любимая, а я сырокопченую ем иногда. Написано, что можно хранить без холодильника. Ну, вообще да. Классно. Иди, положи в холодильник. А сколько хранить можно без холодильника? Она вообще бессмертная, а колбаса это? Ну, а у сырокопченой у нее долго. Годен до 16.01.21. Короче, на Новый год еще на стол можно положить. На Старый Новый год можно положить. Да. Ну что, садимся? Так, что? Будем пробовать. Так, ну что, мы сели. У мамы рисик. У меня гречечка. Поднимай вот так, чтобы видно было девочкам, как мы реально едим именно то, что нагрели. В общем, я пробую гречку. Мама пробует рис, потом поменяемся. Жестковат, суховат. Не хватает какой-то сочности. Когда сама готовишь, оно сочное. Недосоленное. Даже я недосоленное люблю, но это недосоленное. Ну, вообще, это бурый рис. Я его, в принципе, не ем, как бы, ну, не привыкла ему есть. Поэтому, может быть, он жестковат, и он, может быть, и должен быть таким. Этого я не знаю. А с чем у меня рис? С морепродуктами? Да, с какими-то продуктами. С среднеземноморскими. А, может быть, он у тебя без ничего, просто с специями. Он без ничего, да. Потому что я не чувствую здесь никаких, никого не чувствую здесь, кроме риса и овощей. Слушайте, ну, я с гречкой, это такое, да, она действительно суховатая. Они хватают прям помидорчика, наверное, сюда. Но гречка сама по себе суховатая. Давай махнемчик, перевелка. Давай махнемся. Я очень чувствую сильно грибы. Прям гречки, как будто не чувствую даже грибы. Короче, мне не очень, но оно съедабельное. Съедабельное, как-то правильно. Так, давай я попробую вот рис. Давай. Ой, он уже я так уберу, а он твердоват весь. Ну да. Он вообще не доварен. Да ну, по сравнению с гречкой, гречка просто огонь. Давай. А я грибов особо не чувствую. Прям вкус грибов. Я чувствую гречку. Ну, я грибы вижу, тут маленькие такие. Да. Рис вообще не мое. Вообще не нравится. Он твердый реально и невкусный. В общем, если это немножко доготовить как-то, немножко водички там добавить. Еще там одной пасты. Чтобы оно было, да, что-то еще добавить. А грибовичков еще. Что-то влажного добавить сюда. И можно сюда добавить грибов, а сюда еще тоже чего-то добавить существенного, да. То есть, вот это, в принципе, как гарнир воспринимать можно, да? Да, но вот какие-то отдушки есть, вот чего-то непонятно чего. Мне не нравится. Нет, ну, я не могу сказать, что это прям совсем отвратительно, невкусно. Это можно... Это, знаешь, вот, когда люди берут какой-то на обеденный перерыв себе какой-то перекус и берут доширак, то есть, это даже... Ну, наверное, это будет получше. Да, это вот даже можно воспринимать как самостоятельную еду, как такой временный какой-то перекус где-то там. Но не лучший вариант, лучше даже, может, даже иногда и доширак-то, знаешь, доширак вкуснее, наверное. Ну, а так вот просто лучше бы... Я бы приготовила просто гречку с чем-то, да, конкретным. Или сюда уже чего-то добавила конкретно. Мне не хватает... Пока нет. Чего-то и вот влажности. И там, и там не хватает влажности. Суховатые. А для меня привкусы невкусные. Давайте попробуем шипунечек теперь. Основная часть у мамы я себе чуть-чуть вот налила, чисто на дегустацию как раз. Еще чего хочу сказать обязательно. Я не заметила этого в рисе, но заметила здесь. Что-то приготовлено на каком-то масле. Невкусное масло. Оно какое-то растительное, но какое-то... Я помню, когда-то давно такое масло было... Где-то там... Масло подсолнечное, рафинированное. Но оно есть с ароматами. Оно какое-то невкусное, это масло. По себе я чувствую, какое-то есть... Самое дешевое положение. Что-то есть, вот какое-то... Что-то, какая-то жирность эта невкусная. В общем... В общем, все это, что это? Куда это мы денем теперь все это вот это? Собачкам, наверное, отнесем. Да? Ну, это не мое. И не мое. Попробуй шипунек. Как тебе напиток? Напиток... Мне кажется, когда он остынет, и будет, может быть, просто вот как легкий напиток такой, ну, как обычный легкий напиток. А вообще, если как горячий, мне здесь не хватает заварки, кислости, сахара не хватает. Кислости. Сладости. Ну, я бы вот такое, может быть, это просто в чай добавить. Можно добавить, да. Как добавить в чай. Просто понимать, что это экстракт шипунека, и что он придает какую-то пользу. А вот если так вот, ну, он не сладенький, обычно такой напиток. Он не сладенький, не кисленький, он просто что-то, как бы, просто водичка с чем-то легким. Ну, то есть, неотвратительно пить можно. Да, ну, как водичка с чем-то горяченькой. Легка подсластенная. Так, ну, я не знаю, как ты, я закушу это все чипсонами. Я так чувствую, что я тоже закушу это чипсонами. А ты не пробовала, кстати, вот эти мои любимые чипсы? Я чипсы не покупаю, я их не ем. Ну, вот это вот запустить чипсонами, наверное, придется, да. Потому что мне, честно говоря, еда не очень понравилась. Ну, не понравилась даже. Класса? Не понравилась. Бери. На. Знаете, вывод все, когда вы приглашаете к себе в гости кого-то, вот эту вот еду не покупаете. Только для себя. Только для себя. Только я пригласила маму, видите, и думали, не придется готовить, но придется. Ну, чипсы-то не моя еда вообще. Почему? Ну, не знаю, соленая. Они не такие соленые, кстати, как обычно. Ну, не сильно соленые, но чипсы. То ли я их наелась в те 90-е годы, мы тогда их просто лопали. Да? Ну да. Мне краб прям нравится. Здесь на 50% меньше жира пишут. А я-то думаю, что за прикус? Ну да. Не жирный? Нет. Ну, как крабовые палочки. А, вообще очень вкусные, я люблю. А вот эти макароны, кстати, девочки, многие советовали, что прям вот берут и прям очень нравятся итальянские какие-то хорошие. Напишите, кто берет. Написано, марка номер один in Italy. Ну, я думаю, макароны, как макароны. Просто твердые, но они без ничего, и это хорошо. То, что нужно, мы добавим сами. Ну, что, мои хорошие, нам было очень приятно снять для вас видео, попробовать вкусняшки. Очень приятно, что вы были с нами и досмотрели до конца. И тем более, если вы досмотрели до конца. Если вы еще не подписаны на наши каналы, нужно обязательно подписаться. Жмите на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление. Обязательно ставьте лайк. Нам будет очень приятно. Переходите по ссылочке на мамин канал. Она вас тоже там всех ждет. Приятная и уютная атмосфера. Ну, а мы с вами обращаемся до следующего видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok